Сегодня исполнилось 30 лет со дня принятия государственного гимна Республики Узбекистан. Он возвышенно и гордо звучит с самых высоких международных трибун. Сопровождает значимые события во всех сферах жизнедеятельности. Глубокое уважение к этому символу – патриотический долг каждого гражданина. Это отмечали и участники духовно-просветительских мероприятий, посвященных знаковому событию. За 30 лет своего существования он сотни тысяч раз знаменовал «Мы есть, мы независимый Узбекистан». Неотъемлемый символ государственности – гимн. Идентификатор страны на встречах высокого уровня, международных аренах – произведение, отождествляющее единство узбекского народа. Оно было создано на стихи героя Узбекистана, народного поэта Абдуллы Арипова. Музыку написал народный артист Узбекистана Мутал Бурханов. Мне довелось побывать во многих странах и слышать их гимны. Я считаю, что наш гимн – один из самых великих, потому что в его сути, в его основе лежит любовь народа, его сердце, его прошлое и будущее. Если вы хотите узнать народ, послушайте гимн страны. У каждой он свой, неповторимый. Слова государственного гимна воплощают в себе вековые чаяния народа, светлые надежды и уверенность в завтрашнем дне. А величественная музыка выражает национальный дух, мощь и потенциал страны. В гимне отражены такие присущие узбекистанцам качества, как преданность Родине, уважение и почитание традиций. Являясь символом, олицетворяющим страну, воспевающим ее духовные ценности, гимн укрепляет в каждом из нас высокое чувство патриотизма. К дате приурочено множество мероприятий. Раннее утро субботы началось с проезда по улицам столицы патриотического кортежа, напомнив соотечественникам. Сегодня особая дата. 30-летие принятия закона о государственном гимне Республики Узбекистан. Он неизменно сопровождает нас, знаменует о достижениях и победах. Разнообразные акции, челленджи в соцсетях, конкурсы состоялись 10 декабря. Были определены победители в номинациях «Лучшая семья», «Трудовой коллектив», «Учебное заведение», «Исполнившие государственный гимн». Я со своей семьей принял участие в конкурсе под лозунгом «Шухратинг Порласен Токи Борчахон», и мы выиграли в этой номинации. Считаю, что такие конкурсы повышают внимание к государственным символам и имеют важное значение и влияние на воспитание молодого поколения. В рамках мероприятия группа наших соотечественников, проявивших активность в духовно-просветительской сфере, была награждена нагрудным знаком «Манавиад Фидуаиса», учрежденным в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-просветительской работы. Манавиад Фидуаис